Серьёзно относиться к особому режиму карантина, соблюдать его, не доверять неофициальным источникам, распространяющим ложную информацию. Так рекомендуют поступать в условиях пандемии коронавируса заведующий отделом политики здравоохранения и реформ Центра общественного здравоохранения и реформ Набиль Сеидов. «Самое важное – соблюдайте режим карантина. Не выходите из дома без особой надобности. Каждый должен беречь своё здоровье. Если наша молодёжь думает, что их иммунитет сильный и болезнь им не страшна, это мнение ошибочное. Болеют не только люди старше 65 лет. Да, у них болезнь протекает тяжелее, но вирус не обходит стороной никого. Заболеть могут все, начиная от маленьких детей и до пенсионеров». Сейчас на систему здравоохранения всего мира, в том числе и Азербайджана, ложится серьёзная нагрузка. Одновременно с больными коронавирусом в клиниках проходят лечение люди и с другими заболеваниями, которым тоже требуется постоянный врачебный надзор. Набиль Сеидов назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачам. «В первые 2-9 дней после заражения коронавирусом симптомов может и не быть. У некоторых болезнь пройдёт абсолютно незаметно, без симптомов. Но у определённого числа людей будут наблюдаться серьёзные симптомы. Среди них насморк, сухой кашель, повышение температуры тела, может быть и 37-38 градусов и выше. Если у человека появляется только один из симптомов, он должен понимать, что это, скорее всего, не коронавирус. В таких случаях лучше проконсультироваться со своим врачом и не думать сразу о коронавирусе. В другом же случае, когда наблюдается несколько симптомов сразу, особенно связанных со стеснённым дыханием, боли в области грудной клетки, посинением губ на фоне повышения температуры, обязательно следует позвонить на короткие номера 103, 113 или 1542». Набиль Сеидов отметил, что Азербайджан своевременно предпринял меры с целью минимизации распространения коронавируса в стране. Гражданам остаётся только следовать правилам особого режима карантина.